Разрешите здесь присесть. Обещаю, надоедать не буду. Ага. Спасибо. Извините, у вас на блузочке. Все хорошо. Ну, как видите. Просто мне кажется, что дело не в этом. У меня у подруги, у Ани, проблема. Она ребенка усыновила у больной матери, у смертельно больной матери. А та все-таки выжила и требует, чтобы она ребенка вернула. Ну, так это же сюжет Соломоновой притчи о двух женщинах, которые не могли мальчика поделить. Помните, каждая из них говорила, что это ее сын? Тогда Соломон приказал мальчика разделить на две равные части. Разрезать. И одна из женщин моментально отказалась от ребенка. Это и была настоящая мама. Соломон отдал ребенка ей. Понятно. Тоже считаете, что нужно отдать ребенка настоящей матери? Понимаете, тут вопрос, кто настоящая мама. Потому что я таких матерей видел, что, прости господи, а настоящая мама, она всегда думает о ребенке. И в этой ситуации, мне кажется, тоже в первую очередь надо подумать о том, чего хочет мальчик. Мне так кажется. Понятно. Ладно, передам Алене. Спасибо большое. Приятного аппетита. До встречи. До встречи. Благотворительный фонд «Добрые руки» не бросил свою подопечную и продолжил лечение. Так, 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 сейчас. О, помимо этого, директор фонда активно принимает участие в подготовке к судебному делу, чтобы вернуть сына своей подопечной. Дай, пожалуйста, Надежде Филипповой. Ты смотри, много ж написал. А ты с Зуевым разговаривала, да, Надь? Да, он предложил написать статью. Адвокат сказал, что это может помочь. Он позвонил несколько раз, я ему все рассказала. А что? Нет, все в порядке. Ссылку сбрось мне, пожалуйста. Хорошо. Геннадий Львович. Надо записать интервью. Какое интервью? Вы присаживайтесь, присаживайтесь. Интервью, в котором вы со своим приемным сыном сидите дома на диване, радуетесь, улыбаетесь, и у вас все хорошо. Да кому это интересно? После развода с Вербининым я вообще никому не нужна. Ну, зато после статьи некого Зуева вы можете стать очень интересным, если мы не запишем это интервью, в котором будет понятно, что ваш сын любит новую маму. Так что я найду людей, которые это все сделают, понадобится пару дней, а вы настройте мальчика на искреннюю улыбку. Ну, а что вы настраиваете? Он и так меня любит. Ну, тогда никаких проблем. Сань, ну что, ты готов к съемке? Нет. Как это нет? Ты что, испугался? Да ну перестань. Я тоже, знаешь, иногда так переживаю перед съемкой. Да, спасибо, я сама. Смотри, у нас сейчас будут брать интервью, потом нас покажут по телевизору. Мы с тобой будем смотреть вместо мультиков. Вот это камера, видишь? Смотри туда. Нам будут задавать вопросы, мы будем отвечать, улыбаться, хорошо? Маш, Кость, мы можем? Можем. Так, ну что, давайте. Сейчас. Садись. Давайте попробуем привести свое настроение в порядок, да, развеселиться. Кость, мы можем? Можем. Можно? Угу. Алена, расскажите нам, пожалуйста, что такое жизнь матери-одиночки? Неужели все так сложно или ничего не имеет значения, если ваш сын вас любит? Ну, конечно, это очень важно, когда ребенок любит. Ничего на свете не имеет значения. А расскажите, как вы проводите вместе время? Мы любим путешествовать, правда, Саня? Вот недавно мы были в Париже, гуляли там по городу, ели круассаны, да? Были на Эйфелевой башне. Саша, тебе понравилась Эйфелева башня? Мне это не нравится. Алена, вы не переживайте, это дети. Такое бывает. Мы сейчас сделаем еще один дубль, и все у нас будет хорошо, да? Кость, давай еще один дубль. Саш. Саш, прости меня, пожалуйста. Я так больше не буду. Саш! Стопайся. Давайте быстрее собирайтесь и уходите. Ну что, господа, скоро суд. Какие у нас шансы? Шансы есть. Нам удалось сделать из тебя социально активную молодую девушку, которая больше не умирает от тяжелой болезни, а стремительно идет на выздоровление и хочет вернуть ребенка. Почти удалось. Почему почти? Потому что не удалось договориться с отцом ребенка. И это плохо. Вербинина тоже мать-одиночка, но у нее много денег и связей. Я, кстати, пробил ее адвоката, Емпольского. Засранец еще тот. Но с нашим судьей хорошо не знаком. Это плюс. Выходи за мной. Что? Ну, в смысле, я предлагаю фиктивный враг. Да, это, думаю, поможет вернуть сына. Правильно. Да? Нет, это как-то неправильно. Захочем, мы разведемся. Ну, в смысле, в любом случае разведемся. Это же для суда только. Это правильно. У меня есть знакомый в ЗАГСе. Сейчас дуйте туда. Надо успеть... Сегодня все оформим. Надо успеть к суду. Да. Алена Сергеевна, Алена Сергеевна. Вы вообще сами хотите выиграть это дело? Давайте хотя бы вы не начинайте уже. Что не начинайте? Вы мне сами говорили, что с сыном у вас хорошие отношения. И что проблем с интервью не будет. Говорили? У меня были хорошие взаимоотношения с сыном. До тех пор, пока он не увиделся с мамой, со своей. Но я об этом не знала. Ну, а как же так получилось? Мать моя меня подставила. Ладно, это уже не важно. Паспорт вывезти. Ну что, вот мы и поженились, да? Прости, я как-то... Да. Плохо. Пошутил. Извини, я сейчас просто как-то нервничаю. Почему? Не знаю, ну потому что... Это... Миша. Миша. Чувствую. Я не могу сейчас думать ни о чем, кроме Шурика. Ты понимаешь же. Я... Правда, я... Я очень рада, что ты появился в моей жизни. И... Надя. Мне этого достаточно. Ну садись мне. Поехали. 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 Сами, спускайся, к нам кое-кто приехал. Здравствуйте. Алёна, Маша. Да, очень приятно. Очень приятно. Это Маша. Она с тобой посидит, пока меня дома не будет. Хорошо? Хорошо. У него что-то с настроением сегодня. Вы проходите, я вам всё покажу. Мне просто нужно убегать. Хорошо. Не переживай сильно. Ты должна быть уверена в своей правоте перед судью. Дядя Коля, я думал, вы в первый раз в суде тоже переживали. Так, а ну, иди сюда. Где кольцо? А твоё? У вас есть кольцо? Да. Ну, дайте ей. Тёнь, так, стоп. Спасибо. Похоже на обручание. Да. Угу. Ну, всё. Пойдём. Ваша честь. Мы не оспариваем тот факт, что Алёна Вербинина имеет законное основание называть Александра Сергеевича Филиппова своим сыном. Мы только говорим, что Надя приняла решение под воздействием очень важного фактора – смерти. Сейчас Надя идёт на выздоровление. И поэтому ребёнок должен быть со своей настоящей матерью. И не потому, что она так хочет. А потому, что все, кто знаком с Надей, они все знают. Она и есть пример настоящей матери. Позвольте. Ваша честь, я бы просил не употреблять больше термин «настоящая мать». Давайте говорить биологическое. Согласен. Зовите своего свидетеля. Будьте добры. Козлова. Козлова. Ваша честь. Свидетель Козлова Тамара Алексеевна. Воспитатель детского сада. Человек, который тоже хорошо знаком с Надеждой Филипповой. Я всегда сомневалась по поводу Наде. Приводила ребёнка в садик первый, забирала последний. Я даже думала, что он ей не нужен. Однажды даже сама Домоева привела в эти условия нехорошие, скажем так. Я просила, потому что я работала. Успокойся, они её купили. Только давайте по факту без личного отношения. Да. Ну, квартирка маленькая, очень. Кухонька, комнатка холодная. Спят вдвоём на раскладном диване. Я потом поняла, почему Сашка первый засыпал в тихий час. Не высыпался, Домоеве. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Меня ещё не звали? Нет. Ну, хорошо. Это что, тоже свидетель? Ну, да. Я всё-таки с мальчиком столько общался, когда волонтёром был. Я расскажу, как он скучал всё время. Нервничаешь? Очень. Ну, ничего. Чудеса случаются там, где в них верят. Правильно? Правильно. Севакова. Нужно здесь. Я окошко открою. Да. Ольга, вы как человек, который, в принципе, всех и познакомил в этой истории. Скажите, а мальчику нравилось проводить время с Аленой Сергеевной? Да, но тогда он не знал, что больше не увидит маму. Ну, да, да, да. Когда узнал, расстроился, это понятно. Ну, потом, Алена Сергеевна, она нашла подход к ребёнку? Да, Алена старалась. И, насколько я знаю, это у неё получилось. Вот. Ну, вы мне скажите другое. Вот, какое было настроение у мальчика, когда последний раз вы его видели? В аэропорту у мальчика было хорошее настроение. Но до этого момента ребёнок не выезжал за рубеж и не летал на самолёте. В тот день с Аленой они впервые собирались лететь во Францию. Именно поэтому у мальчика было хорошее настроение. Да, да, да. Ну, да, конечно. И именно в аэропорту последний раз вы видели мальчика. Правильно? Да. Спасибо. Борис Олегович, по результатам обследований на данный момент жизни Надежды Филипповой что-то угрожает? Нет, абсолютно ничего. Пациентка идёт на поправку, а сердце донора хорошо адаптируется к организму. А есть вероятность резкого ухудшения ситуации? Ну, такая возможность есть всегда, даже у здорового человека. Но мы же с вами не будем обсуждать сейчас вероятность одного процента. Верно? Борис Олегович, а напомните, сколько у Нади было процентов на жизнь, когда вы искали донора? Один процент. И он сработал. Надежда жива. А вы говорите. Проходите в зал. Надежда Филиппова. Скажите, Надежда, а когда последний раз вы видели Александра Сергеевича Филиппова? Полтора месяца назад. Ну да. И вы, конечно, хотели видеть его ещё раньше, но понимали, что это неправильно по отношению к ребёнку, который только-только начинает привыкать к своей новой... Протестую. Адвокат сам даёт показания. Принимается. Да, конечно. Хорошо. Скажите тогда нам, Надежда, а у вас вообще есть работа в Макеевске? Была. Да. Я уволилась, когда думала, что умру. Понятно. Вот если мы допустим, только допустим, что сын снова вернётся к вам, как вы собираетесь его содержать? Мы наслышаны о вас в ваших условиях. У моего мужа есть работа и квартира. Работа и квартира. Надежда, ну, кого вы обманываете? Вы три дня тому назад оформили брак. Неужели вы думаете, что мы поверим, что вы были настолько влюблены и романтически настроены, что перед судом вышли замуж и забыли о своём сыне? Я никогда не забываю о своём сыне. Всё-всё-всё-всё-всё-всё, вы злитесь, я заканчиваю. Только позвольте, только всего лишь один вопрос. Точнее, так себе, замечание. Вы действительно не видели сына Алены Сергеевны, ну, скажем так, неделю-две тому назад? Ну, скажите, если виделись, а то мне придётся чего доброго ещё позвать свидетелей, и будет, ох, некрасиво. Да, я видела Шурик. И там была Ольга. Да. Вот, Ваша честь, прошу вас обратить внимание на то, что показания некоторых свидетелей Надежды Филипповой были нечестными, а больше всего смущает и настораживает тот факт, что сама Надежда Филиппова, которая хочет показаться нам честной, порядочной, справедливой, любящей, просто врет. У меня всё. Присаживайтесь надёжно. Ольге Георгиевне Силаковой будет выписан штраф за дачу ложных показаний. Алена Сергеевна Вербинина. Товарищ судья, я прошу перенести слушание. Почему? Мне только что пришла важная информация, которая может повлиять на опрос ответчика. Мне необходимо её изучить. Заседание переносится на послезавтра, 22 февраля. Надя, мы с тобой договорились, что ты мне всё будешь рассказывать. Я не думала, что об этом кто-то узнает. Тем более Алену. об этом знала даже Ольга. Не я. Вот это дело мы почти проиграли. Это я ещё себя сдерживаю. Вы же говорили, у вас новые какие-то факты появились. У меня нет никаких новых фактов. Я просто время тянул. Ты должна заявить, что ты отказалась от сына в состоянии изменённого сознания из-за лекарств, которыми тебя обкололи. Кто обкололил? Профессор Толокнов. По просьбе Ольги. А её попросила Алена. Две лучшие подруги решили провернуть эту схему с умирающей девушкой. Потому что одна из них, Алена, которая всегда хотела иметь детей, получила сына. Ну, Ольга, тебе не помогла с адвокатом, а? Она не успела. Мне Миша помог. Наденька, ну это не важно. Я рассказываю тебе историю, которую мы можем обыграть, чтобы выиграть суд. Надь, ты хочешь вернуть сына? Я что сказал? Чтобы выиграть суд, мне нужно соврать. Сказать, что Ольга и Олег Борисович в сговоре с Аленой. Они обкололи меня препаратами, чтобы забрать моего сына. Что за бред? Это единственный способ выиграть суд. Я что-то сказала? Не смотри на меня. Не смотри на меня так. Надя. Я пешком пойду. Надь! Надь! Я знаю, что я делаю неправильно. Я знаю! Успокойся, пожалуйста. Я устала. Все хорошо. Я устала. Я хочу уехать из этого города. Я хочу просто забрать своего сына и уехать. Все, все, все. Надь, Надь. Уехать из этого города. Все, 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 все. Все так и будет. Все. Тихо, тихо, тихо. Чувствую, что так надо? Дело. Значит, так надо. Значит, это правильно. Это хорошо. Да? Надь, я с тобой. Я с тобой. Я всегда с тобой. Шурика, завтра? У нас не завтра, день рождения. Значит, мы точно победим. Все. Да? Все. Ты чего? Что это? Все, прощу. День добрый. А что там решила Аня? Ну, Аня, подруга ваша, которая решила усыновить мальчика. Ну, вы же уже прекрасно понимаете, что речь шла не о моей подруге, а обо мне. Да. После вашего суда здесь об этом много говорят. Да, много говорят, много думают, много смотрят. Давайте хотя бы вы не начинайте. Я не собирался. Вы же взрослый человек, вы сами понимаете, что вы делаете, поэтому. Поэтому удачи вам, если считаете, что вы правы. Все хорошо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА